Котельная села Подсиние задолжала энергетикам более 100 миллионов рублей. Выход был один – банкротить муниципальное предприятие. Но тогда поставщики электроэнергии остались бы без денег, а жители села – без тепла. Республиканские власти нашли выход из сложной ситуации. ВСТК сделал предложение, и МРСК его поддержали. Приостановить процедуру банкротства, предприятие перевести в статус муниципального казенного. Надо долги, которые образовались, реструктуризировать на довольно продолжительный период. Такое соглашение даст ресурсоснабжающим компаниям гарантию, что долги, пусть и не сразу, но будут погашены. Оказывать коммунальные услуги в этом году будут уже казенные предприятия и жителям Кирова, и из ихских копей. В Остебаканском районе также оформляют документы на создание муниципального казенного предприятия. Оно будет обслуживать сразу семь населенных пунктов. Там, где сельсоветы не смогли справиться с финансовой нагрузкой и задолжали тем же энергетикам. И на сегодняшний день уже, в принципе, такое предприятие, будем сказать, создано. Ликвидировано шесть муниципальных бюджетных учреждений в шести сельских советах. Тем самым обеспечим бесперебойную работу тех коммунальных служб, которые обеспечивают население водой и теплом. Перевод предприятий из муниципальных казенной напрямую курирует правительство республики. Для ликвидации МБУ пришлось погасить долги, которые они накопили – 11 миллионов рублей. И эту финансовую нагрузку взял на себя республиканский бюджет. Теперь задача района – не накопить новых. Параллельно идет подготовка к зиме. Власти отмечают, несмотря на переоформление документов, работы продолжаются, графики выдерживаются. Ведь специалисты остались те же. Единственное, что у нас под сокращение попали – это главные бухгалтеры этих предприятий. Потому что при создании нового предприятия у нас головное. Здесь в Остебакане будет главный бухгалтер свой один вместо шести. Как рассказали власти у Остебаканского района, на сегодняшний день объекты ЖКХ здесь готовы к отопительному сезону на 80%. Теплосети и сети водоснабжения – более чем на 80%. Наталья Данина, Мария Мишнина, Дмитрий Парахин, РТС. Продолжайте.